МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1954 год. Первомайский парад на Красной площади в Москве. На гостевых трибунах иностранные гости и представители посольств. Позже, вспоминая это событие, американские военные атташе в своих мемуарах напишут. 1 мая на Красной площади проходила обычная демонстрация русской военной мощи. Неожиданно над крышами домов Москвы на высоте всего лишь 250 метров прогремел реактивный гигант. Этот бомбардировщик был столь громаден, что его тень буквально покрывала Красную площадь. Несмотря на свои впечатляющие размеры, самолет легко шел в строю с эскадрильей скоростных истребителей. Как потом заявило правительство Советского Союза, это был новый реактивный бомбардировщик. 6 августа 1945 года американский бомбардировщик Б-29 сбросил атомную бомбу на японский город Хиросима. Через 6 небольшим лет, 18 октября 1951 года, бомбардировщик Ту-4 сбросил советскую атомную бомбу на Семипалатинский полигон. Так начиналась новая эпоха. Эпоха ядерного оружия. К тому времени между двумя сверхдержавами, Советским Союзом и Соединенными Штатами шла холодная война. Каждая сторона активно отстаивала свои интересы. В этом противостоянии новое оружие массового поражения играло далеко не последнюю роль. Но одних атомных бомб было недостаточно. Требовалось средство доставки смертоносного груза на территорию потенциального противника. Советский поршневой бомбардировщик Ту-4 мог долететь через Северный полюс до берегов Америки. Но это был билет в один конец. Запаса топлива на обратный путь уже не хватало. А собственных баз неподалеку от США у Советского Союза не было. Перед правительством остров стал вопрос о создании самолета, способного доставить атомную бомбу за океан и вернуться обратно. В 1951 году авиаконструктор Владимир Михайлович Мясищев представил в Министерство авиационной промышленности проект дальнего реактивного стратегического бомбардировщика. По заявленным техническим характеристикам, эта машина должна была развивать скорость до 1000 км в час, подниматься на высоту 14 000 метров и обладать дальностью полета 12 000 км. При такой дальности самолет должен был брать на борт до 5 тонн боевой нагрузки. Эти характеристики вполне позволяли бомбардировщику справиться с задачей по доставке атомной бомбы за океан. В том же 1951 году Мясищеву поручили создать собственное ОКБ для окончательной разработки самолета. Коллектив нового конструкторского бюро с энтузиазмом принялся за работу. Впереди было много дел, так как подобных проектов в Советском Союзе до этого времени не существовало. Предстояло рассчитать не только аэродинамику и компоновку нового самолета, но и создать новые узлы и агрегаты, ранее не применявшиеся в авиации. Для их испытаний организовали большое количество различных лабораторий. Менее чем за год с начала образования КБ авиационному заводу в Филях передали 55 тысяч чертежей. Степень различных новшеств была такова, что создание, а в дальнейшем и производство этого самолета подняли авиационную промышленность на новую ступень технического прогресса. В 1952 опытная машина под обозначением М была готова. А в январе 1953 первый советский реактивный стратегический бомбардировщик поднялся в воздух. Пилотировали машину летчики-испытатели Федор Апачий и Алексей Грацианский. Первый полет прошел успешно. А дальше начались испытания и доводка конструкции. Изучались технические возможности новой машины. Но уже на первых этапах стало ясно. Самолет получился. Правда, подвела дальность полета. Вместо заявленных в технических характеристиках 12 тысяч километров бомбардировщик мог пролететь всего 9,5 тысяч. Но полученной дальности полета в случае необходимости хватало на то, чтобы долететь до берегов США, выполнить боевое задание и вернуться назад. Поэтому правительство СССР приняло решение продолжать работы по этому самолету. Помимо испытаний, новую машину готовили к общественному показу. 1 мая 54-го года 180-тонная машина прошла над Красной площадью в сопровождении истребителей МиГ-17. Именно этот эпизод описал в своих мемуарах американский военный атташе. Присутствующие на параде зарубежные гости активно щелкали фотоаппаратами и записывали свои впечатления в блокнот. По всему выходило, что у русских появился стратегический самолет-носитель атомной бомбы. В 54-м новый реактивный бомбардировщик под обозначением М-4 стал поступать в войска. Дальний стратегический бомбардировщик М-4. Экипаж 8 человек. Силовая установка 4 турбореактивных двигателя АМ-3А суммарной тягой 34 800 килограммов. Максимальная взлетная масса 184 000 килограммов. Максимальная скорость 950 километров в час. Практический потолок 11 300 метров. Дальность полета 9 500 километров. Вооружение 6 пушек калибра 23 миллиметра и различные авиабомбы общей массой до 24 тонн. На достигнутом ОКБ Владимира Мясищева не остановилась. Выполняя задания Министерства авиационной промышленности, конструкторское бюро трудилось над улучшением самолета. Основная задача увеличение дальности полета. Для решения этой проблемы Мясищев предложил оснастить самолет системой дозаправки топливом в полете. К тому времени в Советском Союзе разработали две принципиально разные схемы дозаправки. Первая называлась «С крыла на крыло». Она штатно устанавливалась на бомбардировщике Ту-16. Однако в работе крыльевая схема была очень сложной и требовала от летчиков буквально филигранного пилотирования. А использовать ее ночью было вообще невозможно. Вторая схема дозаправки называлась «штанга-конуса». Она была более эффективной и простой. Единственный минус заключался в том, что эта система не прошла окончательных испытаний. Но Мясищев решил использовать на самолете М-4 именно ее. Все последующие доводки этой системы он планировал осуществить непосредственно на бомбардировщике. Для этих целей на одной из машин установили специальную заправочную штангу, которая соединялась с топливными баками. На другом самолете была установлена система топливоподачи с длинным шлангом и конусом. Первые вылеты не принесли ожидаемого результата. Летчики не смогли заправить машину. Но постепенно систему довели до ума. Была разработана целая методика, направленная на эффективную работу пилотов при дозаправке в воздухе. Помимо этого, модернизации подверглись многие узлы и агрегаты самолета. Установили новые и более экономичные двигатели. появилась новая радиолокационная станция с круговым обзором и навигационно-бомбардировочный комплекс, который обеспечивал автоматический выход в точку бомбометания. В результате общей модернизации удалось значительно улучшить летные характеристики. На испытаниях самолет достиг дальности полета 11,5 тысяч километров, а с дозаправкой мог преодолеть около 15 тысяч километров. Вместе с тем, существенно снизилась бомбовая нагрузка с 24 тонн до 18. Но при средней массе ядерной бомбы в 5 тонн решили, что это не критично. Учитывая объем внедряемых новшеств, самолет получил право называться не модернизацией, а новым типом. Поэтому после испытаний машину приняли на вооружение под обозначением 3М. Дальний стратегический бомбардировщик 3М. Экипаж 7 человек. Силовая установка 4 турбореактивных двигателя ВД-7Б с суммарной тягой 38 тысяч килограммов. Максимальная взлетная масса 193 тысячи килограммов. Максимальная скорость 925 километров в час. Практический потолок 12 тысяч метров. Дальность полета 12 тысяч километров. Вооружение 6 пушек калибра 23 миллиметра и различные авиабомбы общей массой до 18 тонн. Бомбардировщик 3М стал постепенно заменять своих предшественников. Но М4 не спешили списывать. Эти машины начали переоборудовать в топливозаправщики. Обладая значительной дальностью полета и большим запасом топлива, они прекрасно справлялись с поставленной задачей, обеспечивая потребности дальней авиации. С появлением в Советском Союзе более современных образцов дальних стратегических бомбардировщиков, самолет 3М также превратился в воздушный танкер. тем не менее даже в этом качестве машины М4 и 3М долгое время находились на вооружении советских военно-воздушных осеней. КОНЕЦ КОНЕЦ